Хорошо, значит, мы подошли к тому, как нам становиться частью, чтобы брать ответственность, чтобы наша община росла, чтобы мы этого хотели, и духовно, и количественно, да? И естественно, что когда Бог говорит о нашем участии, когда Он говорит, Он создаст, значит, есть Его часть, есть наша. И важно, чтобы мы с вами, как служители Божьи, понимали, что если это будет происходить в наших общинах, то, конечно же, большее количество людей, которое будет в нашем служении или в нашей ответственности, оно требует дополнительных усилий. Оно требует больше нашего участия во служении, то есть мы должны будем больше служить. Например, у нас сейчас было 9 лет общины в апреле, и к нам приезжал пастор Олег Щербаков из Николаева. У нас было несколько дней, и праздничные были служения, и служения там для служителей он встречался, и для старших служителей в нашей общине. Вот мы проводили время, вот, и с нами женой он провел время, вот, и он побывал вот у нас 3 дня, он как человек, конечно же, духовный, вот, я его очень люблю, вот, это друг Бориса Саулыча, вы тоже любите, да? Ну да, поэтому, это такие люди, которые благословенные вообще, да, поэтому очень простые, очень жертвенные, любящие Бога, любящие людей и так далее. Поэтому он у нас провел какое-то время, и вот в такой простой форме он начал говорить о том, что наша община будет продолжать расти, вот, там некоторые такие пророческие вещи начал говорить. Я вообще, вообще так, пророчеством, ну, как я немножко говорил, отношусь так, ну, не то, что ух-ах, ну, хорошо, слава Богу, отложим их на полочку, в свое время они исполнятся. То же самое и здесь, вот, ну, реально есть такой, как бы, потенциал, и он нам говорил о том, что у вас будут подниматься новые служители, причем будут подниматься новые служители, что там, где вы раньше вы тратили на них годы, чтобы они поднялись как служители, сейчас они будут просто за считанный месяц и подниматься, именно как служители, будут расти. Но при этом сказал, вам нужно будет больше служить. Вот это три слова сказал, и я понял, что мы приехали, или нужно брать транспорт и по-новому теперь ехать, да? Вот, кроме этого, там сказал, что мы можем открывать другие общины, что приходит такое время, что будут открываться дочерние общины, возможно, одна община в Израиле, ну, и, как бы, до того, как он приехал, мы уже планировали открывать такую конкретно дочернюю общину, потому что раньше мы пробовали, у нас не получалось, мы делали ошибки, мы пробовали в других городах, в Шепетовке, в Жмереньке открывать общины, вот, посылали туда людей, вот, в Жмереньке так вообще какое-то время у нас, долго были там люди, но ничего не получилось. Что получилось в результате наших таких общений и помощи одной семье, которая была в церкви, они создали новую церковь. Вот это вот получилось, и такая церковь хорошая, вот, такая растет, и очень хорошо с нами в наших отношениях. Но чтобы как еврейское служение, то не получилось. Вот, и сейчас, вот, мы вот очень скоро, где-то в июне, в июле месяца будем конкретно планировать, чтобы начинать открывать еврейскую общину, недалеко от Бердичева, в таком районном центре, еврейско-украинскую общину мы называем, вот, поэтому, и он нам говорит, что вы будете больше служить, поэтому, конечно же, когда в нашем служении будет большее количество людей, то, конечно же, это больше новый какой-то уровень, это, конечно же, новый уровень взаимоотношений, посвящения, ну и так далее. И когда мы стараемся планировать какие-то наши мероприятия, наши какие-то проекты, какие-то планировать служения, мы стараемся, чтобы, ну вот, в каждом каком-то из служений у нас строилась команда. Вот, к примеру, если это домашние группы, к примеру, если там, ну, возьмем такую цифру, 6 домашних групп, да, вот, чтобы среди этих 6 домашних групп были, ну, такие реальные служители, ответственные, то есть, чтобы это было как команда. То есть, если, скажем, этот регион 6 домашних групп, регион домашних групп, он что-то будет планировать, делать какой-то общий РФ Шаббат или там общую какую-то евангелизацию или какой-то региональный Шаббат будут делать, то чтобы у них была команда, где они будут все планировать, где они будут все строить, и чтобы каждый из этой команды, где, безусловно, есть старший, чтобы каждый, отвечая за свою часть в этом деле, он понимал, что он участвует в общем деле. То есть, о чем я хочу сказать, что когда будут приходить успехи и плоды проведения этого мероприятия или проекта, это хорошо, мы порадовались, похлопали и пошли дальше, да. И как бы мы, например, это еще наша такая слабость, когда все хорошо, мы где-то забываем что-то анализировать. Вы понимаете? А когда, вот если что-то не получается, вот тогда мы склонны к тому, чтобы что-то анализировать, то есть расписывать, что у нас хорошо, что у нас плохо. И таким образом, когда у нас в результате каких-то таких мероприятий приходят неудачи, то люди, служители, они не испытывают сильное чувство вины и сильного разочарования, и сильного груза, что теперь ему нужно как-то отвечать перед Богом, перед духовной властью, вообще перед людьми, вот, или там винить себя, что у меня ничего не получается. Люди застрахованы от неудач тем, что они все вместе, безусловно, есть старший, есть ответственный, конечная ответственность там, например, на человека, который несет общую ответственность, но они застрахованы от поражения, от неудач, от ошибок тем, что они все вместе в команде. Понимаете? И это очень сильно облегчает вообще, ну, строить взаимоотношения в команде и двигаться в каком-то, ну, в каких-то служениях и строить планы, не бояться. И поэтому мы не стесняемся, если что-то не получается, идти дальше. То есть если мы видим, что есть какая-то ошибка, мы проанализировали, вот, где у нас слабое звено, человек не чувствует, что он тут просто вот виноват, виноват, мы все несем ответственность. Каждый за свою часть, но в целом вместе отвечаем за что-то. При этом за все что-то несет конечная ответственность пастырь или духовный лидер. Понимаете, да? То есть такое распределение таких ответственностей. Я думаю, что в наших служениях нам это может очень сильно помогать. Вот если мы служители, если мы отвечаем или будем отвечать за какие-то служения за людей, мы можем так строить такие взаимоотношения, чтобы люди чувствовали защищенность. Вы понимаете, это очень важно, чтобы люди чувствовали защищенность. Тогда меньше будет разочарований и так далее, да? Вот. И, конечно же, когда мы чувствуем себя вот таким вот образом защищены, когда мы застрахованы, то, конечно же, наш взгляд, то есть мы смотрим друг на друга, мы смотрим на себя, мы смотрим друг на друга, мы стараемся нести бремена друг друга. Это наше общее дело. Это мы делаем не для пастыра. Это мы делаем не для нашего оригинального руководителя. Это не значит, чтобы он нас заметил, увидел, похвалил, ободрил, сказал, какие вы молодцы. Нет, мы понимаем, что это мы делаем не для него. Мы это делаем для Господа, да? От души, от сердца. Это наше, это мое. Это его. За это отвечает служитель, пастыр. Но это также и мое. Я тоже за это отвечаю. То есть общее бремя, оно становится общим моим. Вот. И когда мы так несем бремена друг друга, когда мы строим вот такие отношения и в служениях, то тогда, конечно, открывается новый взгляд. Дополнительно ты как бы отрываешься от себя, отрываешь взгляд от себя, отрываешь свой взгляд от своего служения, отрываешь свой взгляд от общего служения и переносишь свой взгляд вообще на мессианское движение, вообще на мессианское служение. То есть ты видишь уже себя частью этого служения, восстановления. Понимаете? И приходит как бы духовно вот такой вот взгляд, что ты часть этой семьи. И вот прекрасные ретриты, которые проводятся у вас в Одессе, которые проводятся в ретрите, там в других местах. Мы что-то пробуем, там поместно что-то делать, такое что-то семейное с привлечением людей из других общин. То есть вы понимаете? И вот оно становится каким-то таким целостным. Потому что нас учили, Борисович учил, чтобы у нас есть на самом деле, чему друг у друга поучиться. Вы понимаете? Мы в разных городах находимся, в больших, малых. У кого-то может быть там сейчас вообще нет, там тысяча человек мессианского, у кого-то там 30 человек, у кого-то там 100 человек. То есть свою меру мы будем расти. Но, несмотря ни на что, мы не можем как-то, знаете, возвышаться, кичиться, гордиться своими какими-то успехами. Вот. Хорошо они есть, но мы должны понимать, что есть еще та часть, которую нужно поднять. Она наша. Я без нее не смогу дальше расти без этой части, если я не подниму еще тех, которые сзади. Потому что это моя семья. Потому что мне на самом деле будет некомфортно, нехорошо, а наоборот грустно и печально. Вот. То есть если я буду подниматься, а мои родные, близкие, родственники, они еще будут где-то внизу. То есть мое желание их поднимать. Поэтому нас так учат. И вы знаете, учат очень сильно, очень просто и очень духовно. И ты вот эту вот духовную нищету постоянно переживаешь. Ты понимаешь, что вот есть Бог, который всех нас объединяет. Он дает нам общие цели, ставит нам какие-то задачи. И мы все как одна семья. Мы друг друга обогащаем, друг у друга учимся. И взгляд, ответственность, вы знаете, поднимается за общее состояние мессианского служения. Чуть-чуть я внятно вот эту вот часть сказал. Да? Вы понимаете? Еще раз очень быстро так сделаем. Итак, то есть взгляд на себя, взгляд на мое, что мне Бог доверил, оно на самом деле не мое, оно все Божье. Все, что к чему прикасаются наши руки, оно все Божье. Взгляд на мое, взгляд на наше служение, взгляд на ту часть, которая есть в моем окружении, взгляд на ту часть, которая есть в моей общине и за пределами моей общины. Взгляд на другую семью, взгляд на другие общины, Взгляд на все мессианское служение, на это служение восстановления, которое сейчас Бог делает и соединяет нас всех как одну семью. Правда? Поэтому очень важно нам в этом направлении, конечно, утверждаться. И мы увидели, что, по крайней мере у нас, есть такие три составляющих для роста нашей общины. Это управление, менеджмент, структура, такое слово модное, вы уже его знаете. То есть управление общиной, структура взаимоотношений, структура организаций. Следующая, вторая составляющая, это, безусловно, действие Духа Святого, действие даров Духа Святого. И третья, очень важная, конечно, составляющая для роста общины, это святость. То есть это то, что мы у нас увидели, потому что одно без другого, если бы чего-то не было, мы попадали в такие крайности, что у нас были проблемы с людьми. Если разобрать каждую из этих составляющих, если ей недостаточно уделять внимание, как составляющей части, для созидания взаимоотношений в общине, структуры, роста, то, конечно же, будут проблемы. Вы понимаете. Потому что, ну, например, с чем мы столкнулись? Ну, я такой человек, может быть, с первых дней нашей общины, я старался быть таким, ну, более-менее пунктуальным, и более-менее у меня такой, может быть, какой-то такой хозяйский взгляд, знаете. То есть я как бы переживал за все части. Может быть, мне их, как и пастору, не нужно было делать, но я понимал, что мне нужно это делать. Я понимал, что я несу ответственность, и мне нравится это делать. Конечно, если я не буду этому обучать людей, это будет проблема. Иначе пастор будет делать всё. Вот быть ашером носить колонки и встречать людей, ходить в больницы и проповедовать, и решать нужды людей, и вести общину, получать ведение, готовиться к проповедям. То есть я понимал, что я так умру. Но, с другой стороны, я понимал, что я должен подавать хороший пример людям, и я должен через что-то пройти, чтобы научиться, ну и так далее. То есть такой я к себе избрал подход, принцип, и, в принципе, как бы в этом я где-то, может быть, отличался. Это просто то, что у меня было. Я его использовал. Вот. И Бог его как-то раскрыл. И какие-то, скажем, структурные части, то, что потом я ещё и обучался, то есть что-то Бог начал показывать о структуре, вот, о вот этой системе роста нашей общины, о взаимодействии и служении, о какой-то цели, видении и так далее. Плюс какие-то вот такие подходы внутренние буквальные к тому, что есть в общине. В общем, и мы увидели, что если, допустим, вот у меня это есть, да, и плюс в нашей общине, плюс, допустим, то, что отличает мессианские общины, это сильное присутствие Божье, да, еврейское помазание, как его ещё называют, некоторое. Вот. И сильная радость, прославление в танцах, веселье, я сам так делал и люблю, и до сих пор, вот, чтобы была настоящая Божья гульня. Вот. Но мы увидели, мы увидели наряду с тем, что как бы есть что-то в управлении, есть что-то в организации более-менее такое, вот, что-то Бог так построил в нас, есть действие Духа Святого, вот, но мы заметили, что очень люди вольно могут, такие полуверующие, полуприхожане, вот, наряду с нами просто так радоваться и веселиться, вот, вот. И быть в этом Божьем присутствии, оно, безусловно, их касается, оно может их где-то что-то изменять, что-то им показывать, чтобы они, ну, где-то получали исцеление, освобождение, не это получали, вот. Вот. Но если мы вот только эту часть брали и использовали, и мы не уделяли внимания святости, то есть мы как бы говорили, что Святой Бог, но мы не касались очень глубоко, вот, вообще, что такое святость, что Бог вообще свят, и что значит святость, когда Бог, когда Исаия говорит, свят, свят, свят Господь Савуов, и что значит, мы тоже святые, Бог говорит, вы святые, что Он значит, нас отделил, когда мы начали все это разбирать, от чего Он нас отделил. И, конечно же, то тогда, те многие люди, которые вот к нам приходили, и просто отрывались еврейской общине, когда начинал вопрос подниматься о святости, то есть тут эта часть людей, она просто выходила, она больше не приходила, а та часть людей, которая, скажем, не обновленная, еще та часть людей, которая не родилась выше, которая поняла вообще, что кроме вот этой вот радости отрыва еще что-то есть, есть еще святость, есть еще какая-то глубина, нужно от чего-то отказываться, нужно чему-то себя посвящать, вот, делать выбор своей жизни, то, конечно же, люди обращались к Богу, и менялось. Тогда уже к этой радости Божией приходила еще Божия глубокая внутренняя радость духовная. Вот, поэтому мы поняли, что вот это, по крайней мере, у нас, что одно без другого оно не может действовать, или наоборот, если есть управление, есть структура, и хорошо поставлены учения, и есть такая богобоязненность, да, в хорошем смысле слова, но если это все вот на уровне, вот, скажем, безжизненности, то, конечно, оно приходит в такое состояние религиозности и так далее, поэтому эти все части нужно развивать, и если у нас, как бы, растет община, если наши общины растут, если растут наши служения, то, безусловно, нам нужно переходить на новый уровень, да, всякий раз переходить на новый уровень, и все эти составляющие части, безусловно, нужно поднимать, при переходе на новый уровень, есть новые требования, есть новая цель, ставится новая структура, новые отношения, ну и так далее, и вот эти все части, о которых мы говорим, они связываются, они связываются в одно, они соединяются, вот, и такой подход, вот понимание вот этих вот составляющий, они скрепляют наши отношения вообще, очень сильно, то есть мы понимаем, чего мы хотим, мы понимаем, что значит в этот момент радость, мы понимаем, что значит в этот момент нужно встать на колени и сокрушиться перед Богом и покаяться, то есть тогда уже Дух Святой при таком равномерном, ну, сочетании, он уже нас ведет, и мы все больше и больше уже поступаем не по плоти, а по Духу, вы понимаете, да? То есть когда по Духу, так оно видно, что людей это касается, цепляет, и люди каются, и приходит исцеление и так далее, вот, и безусловно, очень важная часть, мы ее как бы не включили в составляющую роста общины, но это должно быть как как понятным и явным. Для того, чтобы община росла и чтобы это все двигалось, нужна, конечно же, молитва. Правда. Да? Вы понимаете. И слава Богу, что Бог, ну, вот наши мессианские общины, по крайней мере, я знаю, что у вас есть молитва на разных уровнях, этапах, вот, других общинах, вот, я говорю о таких живых общинах, вот, что молитва, она имеет большое значение, она имеет такую большую роль. Давайте откроем пророка из Экиля. Вы, наверное, читали, если не читали, то тогда вспомним, что там говорится об этом. Когда молитва, она становится двигателем этой Божьей структуры, когда молитва, она поднимает жизнь общины. Первая глава. Первая глава. Первая глава. Давайте мы с вами прочитаем. Ну, можно прочитать на самом деле. Ну, давайте с первого стиха. «И было в тридцатый год, четвертый месяц, пятый день месяца, когда я находился среди переселенцев при реке Хаваре, отверстие с небеса, и я видел видение Божие. В пятый день месяца, это был пятый год от пленения царя Иакима, Иакима было слово Господня Кизыкилю, сыну Вузия, священнику в земле Халдейской при реке Хаваре, и была на нем там рука Господня. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако, и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из средины его как бы свет пламени, из средины огня, и из середины его видно было подобие четырех животных, и таков был вид их, облик их был, как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла, а ноги их, ноги прямые, и ступни ног их, как ступни ноги у тельца, и сверкали, как блестящая медь, и руки человеческие были под крыльями их на четырех сторонах их, и лица у них, и крылья у них, у всех четырех, крылья их соприкасались одно к другому, во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего, подобие лиц их, лицо человека, и лица льва, с правой стороны, у всех их четырех, а с левой стороны лица тельца у всех четырех, и лица орла у всех четырех, и лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно к другому, а два покрывали тела их, и шли они, каждая в ту сторону, которая перед лицом его, когда, куда дух хотел идти, туда и шли, во время шествия своего не оборачивались, ну, интересно, да, что такое пророческое видение, вот, но некоторые стихи, мы можем на них посмотреть, шли они каждый в ту сторону, которая перед лицом его, куда дух хотел идти, и у всех четырех крылья их соприкасались одно к другому, ну, и дальше сейчас мы прощем, и вид этих животных был как вид горящих углей, как вид лампад, огонь ходил между животными, и сияние от огня, и молния исходила из огня, и животные быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния, то есть животные имели облик человеческий, написано, и смотрел я на животных, и вот на земле подли этих животных по одному колесу перед четырьмя лицами их, вид колес, и устроение их, как вид топаза, и подобие у всех четырех одно, и по виду их, и по устроению, их казалось, будто колесо находилось в колесе, когда они шли, шли на четыре свои стороны, во время шествия не оборачивались, а ободе их высоки и страшны были они, а ободе их у всех четырех вокруг полны были глаз, и когда шли животные, шли и колеса подли них, а когда животные поднимались от земли, тогда поднимались и колеса, куда дух хотел идти, туда шли и они, куда бы ни пошел дух, и колеса поднимались наравне с ними, ибо дух животных был в колесах, когда шли те, шли и они, и когда те стояли, стояли и они, и когда те поднимались от земли, тогда наравне с ними поднимались и колеса, ибо дух животных был в колесах, ну и так далее, вы можете прочитать, То есть, очень давно один служитель получил на мессианском метрике это откровение, вот это понимание из книги Езекииль о молитве, о общении. То есть, что мы, которые находимся в общине, как его слуги, что мы, когда садимся в эти колеса, мы садимся в эту колесницу, тут написано, что колесо в колесе, написано, что мы соприкасаемся друг к другу. То есть, каждый идет как бы в свою сторону, в другое время идем все вместе туда, куда хочет нас вести Дух. То есть, чтобы колеса вращались, нужно какое-то движение, правда? Ну да, молитва, она дает нам способность, возможность идти за Богом. По молитве мы получаем откровение, да? Ишуа нас учил молиться, сам молился, ну и так далее. Все, что связано с молитвой, оно придает нам дополнительный стимул. То есть, есть даже ряд таких книг, там, церкви, которые молятся, вот, или что значит церковь, которая не молится. То есть, обязательно в нашей жизни должна быть молитвенная жизнь. Обязательно в нашем служении должна быть молитва. Это очень важно. И вы знаете, что у нас в общине есть молитвенное покрытие. Что это такое? Что это такое? Поскольку есть определенное, которое требует усовершенствования, постоянно при переходе на новый уровень, структура взаимоотношений и структура системы служений, как я уже говорил, если мы делаем какие-то общинные проекты, или мы делаем какие-то мини-проекты, вот, по группам, по служениям и так далее, мы стараемся, чтобы за эти служения и за этих служителей, которые несут эти служения, за эти проекты, молились молитвенники. Но не только как молитвенники общины, но чтобы подключались в эту молитву и другие люди, которые могут молиться. Таким образом, у людей, потому что, ну, как бы, можно выявить реально таких молитвенников-ходатаев, таких громких, уверенных, но есть разный уровень ходатайства, есть разный уровень молитвы, есть тихая молитва, это будет ходатайство. Вот, а есть люди, которые там не могут как-то ходить на служение, но не могут молиться дома, и это тоже будет реальным сильным плодом. Вот, есть тоже масса примеров из христианской истории на эту тему. Вот, там, Жанна Гео, например, как она молилась, как она учила и так далее. Вот, и другие. Поэтому мы начали применять в нашей общине такую систему молитвенного покрытия. Мы разработали такую схему, где у нас за каждое служение молятся какие-то люди. То есть за каждое служение, вот, или за какой-то проект, как я говорил, отвечает какой-то человек. Вот, или группа людей. И если мы проводим какое-то мероприятие, то уже заранее об этом знает вся молитвенная часть общины. А молитвенная часть общины – это не просто молитвенное служение, хотя есть отдельно молитвенное служение. Ну, как бы молитвенная жизнь общины. Вы понимаете? Вот, потому что, ну, например, у нас есть в общине молитва за пастырей. За меня и за Фаиду. Вот, с недавнего времени, уже, по-моему, около трех лет началась эта молитва. И слава Богу. Вот, и это важно и для нас, и для людей, которые молятся. И в этом есть хорошие такие успехи. Но я понял, что если, как бы, молятся только за меня, это не совсем, ну, и правильно. И я вижу, что есть и пробелы, потому что есть старшие служители, вот, и есть младшие служители, вот. И все люди, мы делаем одно общее дело. Поэтому я понимаю, что я то молюсь за служителей, но меня как бы покрывают, вот, мою семью покрывают, знают нужды, защищают, вот. Но есть люди, служители, за которых тоже нужно молиться, они тоже отвечают за многое в общине, вы понимаете? И я просто начал эту тему продвигать. И, конечно, это было очень непросто, потому что мы можем столкнуться с такой, с такой маленькой проблемой, которая может быть на самом деле и стать такой проблемой, что пастор может стать идолом. Вы знаете? Вот, и я начал об этом по чуть-чуть говорить, что пастор вообще не идол. Я вообще такой же, как и вы. У меня есть какая-то часть, с меня Бог за это спросит. Вот, то есть я поставлен здесь быть, как бы, духовным лидером, но мы делаем одно общее дело. У вас есть тоже какая-то часть, и я понимаю, что если вы будете духовно защищены, если за вас будут молиться, это тоже очень важно. Вот я начал, как бы, проталкивать эту тему, потому что, чтобы не было в общине культ пастора. Это очень важно. Если мы семья, если нас этому учат, если мы этому видим в Библии, если действительно это приносит плоды, мы семья. Вот. Поэтому я начал говорить молитвенникам, собирать в разных группах служения, что, ребята, нам нужно делать вообще не какое-то молитвенное покрытие. Нам нужно, чтобы все мы были защищены. То есть, слава Богу, у нас есть какой-то успех в том, что мы, когда делаем что-то, вы уже научились создавать команды, вы уже, как бы, вместе несете ответственность, потом учитесь анализировать. Но теперь нам нужно еще молитвенно к этому подойти, чтобы вы за это молились. То есть, естественно, когда мы будем молиться за эти мероприятия, то, конечно, те бреши, которые, как бы, есть, или какие-то открытые двери для каких-то неудач, ошибок, поражений, или для нечистых каких-то духов, то есть они имеют намного меньше теперь возможности влиять. То есть, когда молитвенно, то есть, ну, Бог, правда, вот вы понимаете, что нет молитвы, вы понимаете, что вы чувствуете духовно, что вот недостаточно молитвы. Ну, к нам это, как бы, пришло, и мы поняли, мы увидели, что есть ночные молитвы, есть то, одно, второе, третье, это все хорошо, но очень важно, чтобы была молитва. Очень важно. Вот. И мы в этом направлении начали двигаться, вот, и мы сделали такое молитвенное покрытие, и вы знаете, ну, мы увидели, что те люди, которые были, как бы, в тени в общении, вот, они вдруг себя почувствовали очень важными, нужными, вот, применимыми, что они что-то могут, на них есть какая-то ответственность. Вы понимаете, потому что мы могли даже где-то закрыть глаза на них, и они уже могли, ну, как бы, привыкнуть к той мысли, ну, все, как бы, ну, вот, мы уже такие вот верующие, вот, как бы, мы купили место пожизненно за какие-то деньги в нашей мессианской синагоге, вот, и это место теперь никто не займет, вот, да, как в синагогах есть. То есть мы будем такими нормальными, тихими, и все. Вот. Мы недостаточно можем взять какую-то ответственность и так далее. То есть, как бы, человек себя явно так, а мы этому позволяли давать возможность, ну, да, развиваться, вот, вы понимаете, и мы поняли, что это неправильно. И когда мы вот вдруг вот начали говорить об этом молитвенном покрытии, я понимал, что это очень важно. Было определенное сопротивление. В то же время вот этот культ идол пастора, вот, чтобы он уходил, потому что они пастор все решает и так далее. И начало что-то происходить, по-новому мы начали это все строить. И на сегодняшний момент у нас есть вот это вот молитвенное покрытие всей общины. В нашей общине сейчас приблизительно до 200 человек, вот. И мы стараемся, чтобы все служения в нашей общине, они имели вот такую молитвенную защищенность. Поэтому, если даже вижу, что где-то молитвенники там, они переусердствуют в том, или там что-то не доделают, я говорю, ребята, пожалуйста, я очень хочу, чтобы вы не только молились за нас, за пасторскую семью, но также и молились за других служителей. Пожалуйста, молитесь вот за Олега, молитесь за Люду, молитесь за Иру, молитесь за Сережу, молитесь за Голду, вот. Вы знаете, в каком они служении, вы знаете, какое они несут ответственность, какое бремя, вот. И получается очень интересно, очень интересно. Поэтому то, что мы с вами прочитали, эти вот молитвенные колеса, чтобы они в наших общинах, чтобы они двигались, чтобы они имели цель, вот, имели предназначение. Поэтому мы не такая, допустим, община, такая семья, которая имеет, допустим, какое-то вот, получили явное конкретное откровение, видение или что-то услышали, чтобы, ну, это исполнить. То есть у нас как-то Бог, Он по-другому нас ведет, мы как-то, ну, бывает, безусловно, откровение, но если мы что-то планируем, если мы что-то организовываем, то у нас оно идет как-то поэтапно, постепенно. Знаете, как бы он вот такой постепенный, поэтапный рост, потому что, ну, допустим, Бог пока нас миловал, на данный момент у нас там не было каких-то сильных разделений в общине или там сильного какого-то застоя. Вот у нас вот за 9 лет мы вот из 5 человек, как вы поняли, пришли сейчас вот приблизительно к этой цифре, и это не предел, мы понимаем, что мы можем. Вот, и Бог верит в нас, и тем более мы должны в это верить, в это дело, что постепенно у нас община вот так, постепенными шагами растет, по чуть-чуть, по чуть-чуть развивает. У нас нету сильных всплесков, у нас нету сильных пробуждений, как бы явных таких, у нас нету сильных каких-то таких, ну, массовых покаяний, но и нету в то же время каких-то сильных таких потрясений. Вот, конечно, были разные периоды, вот, ну, мы их должны проходить, чтобы учиться. Вот, скажем, если у нас были какие-то потери, если у нас были какие-то потери, мы теряли людей, конечно, и мы печалились, вот, ну, что поделать, знаете, да? Вот, вот, но мы продолжали просто идти, идти вперед, и вот такими вот постепенными шажками мы пришли к тому, что мы сейчас имеем. Это, конечно же, не предел. Поэтому я очень, ну, знаете, как учимся на своих ошибках, учимся на каком-то своем, на своем опыте, и мы сейчас, например, перешли в другой зал. Я понимал, что года два назад я молился, я, ну, я понимал, что наша община должна вырасти, и нужен какой-то нам такой толщок, чтобы, как бы, люди в это поверили. То есть, как бы явного застоя не было, но были предпосылки к застою, да, были предпосылки. И хотя есть время, чтобы мы остановились и познали, да, как благ Господь, чтобы мы остановились и задумались, где мы, для этого тоже нужны какие-то остановки. Есть время для движения вперед, есть время для остановки, вот, обдумания, анализы какого-то, какого-то отдыха, и дальше, чтобы идти вперед. Это нормально. Главное, чтобы не поворачиваться назад, да, как здесь тоже в языке написано. Вот, поэтому мы старались, вот, идти вперед, не оборачиваться назад, и сейчас мы перешли в большой зал. Это в тот зал, где у нас 9 лет назад проходил фестиваль. Вы понимаете, я понимал, что через время мы сюда перейдем, потому что мы были в маленьком зале, он такой был куцый, зажатый. Вот, мы там как бы помещали всей общиной с детьми совсем, но все равно он был очень удобный для нашего такого широкого служения. Вот, плюс гости же постоянно какие-то приходят с других церквей, поэтому нам нужно было больше простора. Но по нашим, у нас город 90 тысяч населения, не такой большой, вот, и Житомирская область на данный момент одна из тех областей по экономическим показателям самая слабая на Украине. То есть у нас жизненный уровень очень низкий. У нас люди могут получать 500 гривен, 600 зарплату, платить за квартиру, воспитывать детей и кушать. То же самое, да, ну, плюс у нас там чернобыльское влияние, ну и так далее, поэтому и смертность, ну и так далее. Вот, ну, есть такая статистика, я ее не читал, это мне сказал, там один пастырь у нас авторитетный в области, поэтому он исследовал. Ну, скажем, у нас таких, таких сильных, больших доходов нету, в основном у нас десятиные приношения, какой-то спонсорской помощи мы тоже не имеем. В основном так учились и так далее. Поэтому я понимал, что нам нужно переходить в этот зал, но когда мы говорили с директором, с администрацией Дома культуры, что вообще сколько это будет стоить, вот, по, по уму, по, то, как я, это очень большие деньги, эта сумма превышала в несколько просто раз той суммы, где мы были в малом зале. И просто, ну, где же мы эти деньги возьмем? Вот, ну, вы знаете, мы приняли решение, мы на совете с старшими служителями помылились, и, ребята, я верю, я верю, что нам нужно переходить, вот, я верю, что вот именно сейчас, вот, поддержите меня, вот, поверьте в то, во что я верю. Вот, и вы знаете, что очень важно нам верить в наших служителей, ну, поднимать их веру и давать им какие-то цели и направления, и задачи, не обязательно, чтобы они согласились с нами или поверили в то, что мы верим, потому что мы, как служители, не можем всегда быть готовы, чтобы поверить в что-то. Понимаете? Если то, к чему нас учат, к примеру, на ретритах, я не всегда готов, даже как пастырь, поверить то, что нам говорят, чтобы отойти и исполнить. Вы понимаете? Но я понимаю, что мне нужно это принять и исполнить. Когда я это сделаю, вот тогда уже Бог покажет, как. И мы перешли в большой зал, и вы знаете, наш улиц сам подходит один человек в общине, у него не очень большой бизнес, он только начал заниматься предпринимательством, но он даже уже начал это делать, он подошел к нашему бухгалтеру, он сказал, Лена, узнай, пожалуйста, сколько нужно каждый шаббат за служение платить в большом зале? Ну, ему там назвали сумму, и он начал платить. Он каждый шаббат свои деньги за служение платит за аренду нашего большого зала. Вот просто, как знаете, сверхъестественно, раз и все. Ну, естественно, это повлияло на служение, это другой формат уровня служения, вот, ну, другая подготовка, ответственность ашерская, молитвенная, ну, душепопищительская, вы понимаете. То есть это, знаете, как новая волна этой Божьей воды, она просто как пришла, вдохнула в нас жизнь, и, конечно, и люди начали приходить, и начало все начать развиваться. Поэтому, Господь, благодарим Тебя, спасибо Тебя за этот день, спасибо Тебе, Боже, что Ты нас учишь, что Ты нас благословляешь. И, Господь, я очень Тебя благодарю за то, что Ты делаешь в Бердичеве, я очень благодарю за то, что Ты делаешь в Одессе, Боже, за то, что Ты делаешь здесь в общине. Я очень Тебя благодарю, Боже, за то, что Ты делаешь в городах, в церквях, в общинах моих братьев и сестер здесь, которые учатся, Боже, и просто с нашим участием, потому что мы Твои соработники, сделай еще больше, Господь, сделай еще больше, чтобы, Боже, Ты прославился, чтобы Твоя правда и истина, она сияла, и чтобы Твой свет, он проницал всякую тьму, и чтобы вся тьма, она рассеялась, потому что Твоя слава восходит, потому что Ты, Бог Израиля, приходишь, потому что Ты поднимаешь Свой народ. Спасибо Тебе, дорогой, что Ты дал нам это служение, ввел нас в это служение, доверил нам это служение, учишь нам, как служить Твоему народу. Спасибо Тебе, дорогой, благодарим Тебя и прославляем. Во имя Ишуа, Мессия Израиля. Амин.